Добрый день! Меня зовут Андрей Пианковский, и мы начинаем наш еженедельный стрим на канале Андрея Пианковского. А заглавил я сегодня его как новый фюрер для Москвы. Ну, имеется в виду, конечно, делающий бурную политическую карьеру, совершающий драматические шаги, обращения, действия Евгения Пригожина. Ну, в самом начале я хочу сказать, мы будем анализировать сегодня многие фигуры русской политической жизни. У нас там нет предпочтений, они все одинаково военные преступники, сражающиеся друг с другом и требующие расстрелять как предателей друг друга. И Пригожин, и Герасимов, и Шойгу, и Суровикин, и самый действующий фюрер. Но нам важно, у нас нет никому из них симпатии, но нам важно понять их логику и разобраться в динамике их отношений для успеха. И начинающиеся, видимо, уже на днях весенней наступательной операции украинских вооруженных сил и последующих политических шагов по закреплению политических итогов победы в этой операции. Но мы живем в такой действительно взрывной атмосфере, что прежде чем перейти к заданной теме, я вынужден сказать несколько слов по сегодняшнему событию, по покушению на господина Прилепина. Который как раз возвращался из Донбасса, своего очередного сафари, который этот до сих пор являющийся командиром некого батальона, преступник ездит пострелять укропов. Ну, то, что это легитимная цель для вооруженных сил Украины, в этом просто не может быть никакого сомнения. Но, как всегда, как вот и в случае последних террористических актов, взрывов, непонятен источник, непонятно происхождение. Это могут быть и украинские вооруженные силы, наносящие удар по абсолютно легитимным военным целям. Это может быть провокация российских спецслужб. Это могут быть результаты каких-то внутренних мафиозных разборок в России. Кстати, вот такие гипотезы выдвигаются относительно сегодняшнего покушения на Прилепина. Или партизаны российские, о которых много так говорят. Но, в любом случае, это преступник, который, если он выживет после полученных ранений, все равно он рано или поздно окажется на скамье подсудимых Международного трибунала, который, вы знаете, мое предложение, что этот Международный трибунал над русскими военными преступниками надо проводить на месте одного из самых тяжких их преступлений в Мариупольском театре, восстановленном для этого действия. Но теперь перейдем к нашему основному герою. Но я давно говорю в своих выступлениях и в основном в украинской миде о том, что у товарища или господина Пригожина есть долгосрочная программа. Он не столько заинтересован в украинской войне. Украинская война для него – это способ продвижения по лестнице военно-политической иерархии России. А цели-то у него совершенно другие. Он их не скрывает. Вот в тех последних выступлениях, с которыми мы сегодня обязательно познакомимся, он формулирует их достаточно четко. Собственно, не он один. По существу все что-либо понимающиеся в военном деле люди в России осознают, что война с Украиной проиграна и так или иначе продумывают будущие действия и свое место в поствоенной и постпутинской реальности. Особенно ярко это делает Пригожин. Но в течение нескольких месяцев уже он, видимо, с помощью блестящих политтехнологов, пиарщиков, да и сам он не лишен определенной бандитской харизмы, он продает обществу один и тот же нарратив. Я героически сражался на фронте. Мои части были наиболее боеспособными во всей российской военной машине. Я почти взял бахмут. Но мне помешали предатели. Предатели в генеральном штабе. Предатели во власти. Они нанесли мне удар в спину, нож в спину. Помните знаменитый мем верморского синдрома в послевоенной Германии после Первой мировой войны? Тот же комплекс. Мы героически сражались, но нас предатели в ТУ ударили ножом в спину. Вот этот тезис Пригожин активно развивает. Давайте послушаем сейчас два. Вот сначала первое. Его обращение на... Его почти вся Украина уже видела. И да и вся Россия. Его выступление на старательно аранжированной им горе трупов. Там десятки, может быть, сотни трупов, которые он использовал как пешки в войне. А сейчас он использует как пешек их в своей политической карьере, в своих политических амбициях. Он обличает, обвиняет российские власти. После второго его видео, которое мы посмотрим позже, будет ясно, кого персонально он обвиняет. Он полный список, он там огласил. В отличие от коротенького, состоящего из Шойгу и Герасимова. И он очень ярко, эмоционально, но фальшивенько. Вот там очень фальшивенькая нота, когда он изображает скорбь по этим погибшим товарищам, по этому пушечному мясу, которое он искусно использовал дважды. Первый раз бросив их в самоубийственную атаку, а второй раз отплясывая на их трупах свой зажигательный политический танец. Володя, давайте, пожалуйста, первый сюжет. Пригожа на трупах. Вот это вот парни, чувака Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их по траха, блядь, пи... У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Жи-то! Не сидите, тв... В дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! Так, два негодяя, виновные в гибели этих замечательных воинов, названы это Шойгу и Герасимов. Это не первый раз. Давайте вспомним, когда начались нападки Пригожина и Кадырова, тот, который куда-то исчез в последнее время, вот неожиданно всплыл сегодня утром, мы к этому еще вернемся с новым предложением Пригожина. Нападки Кадырова и Пригожина на генеральный штаб персонально, на Шойгу и Герасимов, еще даже в более резкой форме, ну, вы скажете, как можно еще в более резкой, чем то, что мы увидели, ну, там были конкретные предложения сорвать погоны, отправить босиком искупать вину на фронт, рядовыми и так далее. Но они были спущены сознательно оба этих персонажа с цепи Путина. После поражения под Киевом, Сумом и Черниговым возникла классическая для фашистской системы проблема военного поражения. Кто виноват? Фюрер или генералы, бездарные генералы, которые не смогли исполнить блестящий замысел фюрера. Ну, аналогичная проблема возникала и у Гитлера, и у Сталина в 41-м году. Мы помним, как она Сталином решалась. Было расстреляно до 50 в июле-августе 41-го года. Больше 50 генералов в основном во главе с командующим Западным фронтом Героем Советского Союза Павловым. Ну, сейчас времена более мягкие. Расстреливать не стал Путин или не смог еще. Вот были спущены с публичной такой, позволение сказать, критикой Кадыров и Пригожин. Кстати, интересная деталь, интересное совпадение. Буквально сегодня или вчера, вот в последние дни, стала известна переписка такого путинского хууя Рогозина с очень близким к Путину человеком, одним из ближайшего круга, Аркадием Ротенбергом. И в этой переписке она интересна тем, как униженно и смешно Рогозин выпрашивает какую-то должность, но там они несколько раз, это переписка за последние месяцы, несколько раз они разговаривают о Пригожине и никак иначе, как псом спущен с поводка Ротенберг его и не называет, а Ротенберг отражает отношение к этому персонажу, персонажу Путина. Но вот амбициозный Пригожин перерос уже свою роль спущенного с поводка пса и стал самостоятельным волком. Несколько попыток генералов, мы знаем, это и была встреча, они посетили Путина в бункере в ночь с 10 на 11 января, требуя избавить их от нападок Пригожина и снять Пригожинского ставленника Суровикина как начальника руководителя специальной военной операции Путин, частично пошел навстречу Суровикина, снял, но Пригожина окоротить он уже не смог. Ну, по утечкам Пентагона, вот этим знаменитым, которые были обнародованы в начале апреля, известно, что была как бы попытка примирительной встречи с Шойгу и Пригожином у Путина в районе где-то 23-24 февраля, но это ничего не изменило. И перед демонстрацией второго ролика я бы обратил внимание еще на один мотив в обличительных речах Пригожина, который он все более активно развивает в последнее время, такой антиолитарный, антиолигархический, антирублевский. Понимаете, он очень грамотно строит свою базу вот в этой поствоенной и постпутинской России. Конечно, никакие социологические опросы в современной России невозможны и никаких точных данных нет. У меня есть своя рабочая гипотеза о массовых социальных предпочтениях и отношениях к войне. Мне кажется, имея некоторые основания так полагать, что принципиально отрицательно к войне как несправедливой фашистской если хотите относятся примерно 15% российского населения. Это не значит, что они активно выступают, а многие активно выступают, уже сотни, даже тысячи людей сидят в тюрмах, и это не только известные лидеры оппозиции, как Карамурза, Навальный, Яшин, масса безвестных молодых юношей и девушек, выходящих на одиночный пикет или просто подписавшие какой-то пост антивоенный. И в 10% я характеризую такую активную ультрафашистскую часть, которая заражена такой имперской пропагандой, смакует, не ужасается, а смакует военные преступления российской армии. основная масса 75%, она занимает такую пассивную позицию, они не энтузиасты войны, они не побегут впереди паровоза на сборные пункты, как мобилизованные военкоматы, но и они не выйдут ни на митинг протеста, но они очень динамичны, их поведение будет отличаться в зависимости от хода военной кампании, но вот этот социальный, если хотите, революционный такой аспект, пугачевско-ленинский аспект обращений Пригожина, его знаменитая грабь награбленная, которую он повторяет, повторяет, извините, я вынужден смотреть и на вопросы краем глаза, повторяет изо дня в день, вот этот призыв будет апеллировать и к 75 колеблющихся, это еще раз я возвращаюсь к тому тезису, что политическая программа Пригожина, это не о войне с Украиной, политическая программа Пригожина о достижении им громадной власти и собственности в России, ведь в России сейчас громадная собственность становится или в ближайшее время станет бесхозной в случае успеха украинского наступления, а вот при таком морально-политическом состоянии элиты общества, при таком конфликте, громадном раздирающем сейчас армию, вооруженные силы, которые мы наблюдаем каждый день, этот успех становится все более вероятным. Ну, вы же знаете, это не моя оценка, это большинство военных экспертов во всем мире маркером такого серьезного успеха украинского наступления считают уничтожение Крымского моста, которое собственно захлопнет всю крымскую группировку в громадный котел, она будет вынуждена бежать с Крым и это станет триггером необратимых политических изменений. Путин и его ближайшее окружение вынуждены будут тем или иным способом оставить власть, а в России же власть это собственность, в России нет частной собственности, любая собственность, даже записанная на каких-то конкретных людей, это мафиозная собственность, и все эти отношения, пользование ею, они основаны на договоренностях, понятиях и замыкаются в конце концов на администрацию президента. Президент решает, кто у нас, ты сегодня руководитель нефтяной компании, а завтра ты заключенный в лагере. Вот все эти договоренности, они обрушаются и открывается поле для гигантской борьбы за все эти норильские никели, красноярские алюминии, Газпромы и так далее. Ведь не только Пригожин нацелился на них, Пригожин это не единственное, мы все говорим о ВЧК Пригожина и забываем, что в России уже больше 40 ВЧК и в одной в одном Газпроме три ВЧК, но вы будете смеяться, но в российской армии несколько ВЧК, которые отчаянно конкурируют с Пригожинским ЧВК, Пригожин обвиняет все время кричит о каких-то боеприпасах, ну боеприпасами у всех сложности в российской армии, а основная претензия здесь неформулируемая Пригожиным Шойгу и Герасимов по другим боеприказам, по человеческому мясу, ведь одна, один из секретов успеха Пригожинских боевиков, это его ноу-хау, это использование смертников, смертников заключенных десятками тысяч, так вот подлый Шойгу и Герасимов с его точки зрения, они перехватили это его ноу-хау, они закрыли Пригожный доступ, в тюрьмы сами набирают смертников заключенных, вот это основной упрек, который он им предъявляет. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть, у меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде, это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел, и вот у меня в руках зефир, гордон, поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке, вот они, птичье молоко и зефир, вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть, у меня есть чашечка, обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку, а теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток, наливаю, 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 смотрите, что же с ней будет происходить, ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите, вот она чашечка, кто-то там проявляется, мне кажется, это я. Отлично уже проявился, и теперь смотрите, вот конфеточки, ну, не, ну это бомба, и вот зефирчик, это две бомбы. На здоровье, ребята. Ну, впрочем, ему не надо никаких поводов, он борется за власть, и определенных целей он уже достиг, понимаете, вот, в общественном мнении, эти Шойгу, Шойгу, Герасимов, и весь генеральский корпус полностью дискретирован, и это первый успех той антисистемной революции, которую ведет, возглавляет сейчас Пригожин и какие-то стоящие за ним люди. Любой человек и противник войны, и сторонник войны, и равнодушный обыватель уже знают, точно убеждены, что это корпорация воров, которые разворовали армию, оставили ее неподготовлены к серьезному военному конфликту, они бездарны, как полководцы, мы видим их успехи, начиная с первых дней войны до сегодняшнего, и, собственно, Россия с таким военным руководством, с таким геронитетом обречена на поражение. Эта мысль достигла, достигла даже сознания любого ваттного обывателя. И второй мотив, который очень успешно, я уже сказал, воспринимается, это антирегархическая, антирублевская составляющая, тем более, что наши обитатели рублевки, да и весь политический склад в целом дают громадную аргументацию для такого тезиса. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим обращение Пригожина. Вот, одну вещь я подчеркну сразу, так, чтобы вы обратили внимание. Это речь историческая, она была проведена Пригожином где-то, запомним, в утренние часы вчерашнего дня. В чем ее такое значение? Ну, до нее все инвективы обращались по адресу Шойгу Герасимов. Список был принципиально расширен, путь Пригожин, причем это сделано очень грамотно. Нет, он не обкладывал верховного главнокомандующего таким же матом, как Шойгу Герасимов, пока не обкладывал. Но он начал, он зачитывал официальное обращение, он подчеркнул свое обращение, что это официальное обращение командующего очень серьезным боеспособным военным соединением Российской Федерации, обращенное к трем лицам. Начальник генерального штаба Герасимова, министр обороны Шойгу, запятая верховный главнокомандующий Владимир Путин. Дальше ни имя, ни должность этого человека не упоминались, но ясно, что все содержащиеся там резкие обвинения и проклятия в общем-то относились уже к этим трем фигурам. Вот обратите внимание на эту деталь, а потом мы еще подробно ее обсудим. Володя, дайте, пожалуйста, нам этот спич замечательный. Если в условиях тяжелой, беспощадной, кровопролитной войны за это время мы могли потерять 60% личного состава убитыми и ранеными, то, исходя из тех расчетов, которые есть, это 170% убитыми и ранеными. Безусловно, наши потери не дотягивают до 170%. Но та разница в убитых и раненых, а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы. А это министр обороны Шойгу и это начальник генштаба Герасимов. Все заявки писались, все требования предъявлялись. Нам их не давали. Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых перед их матерьми и детьми они понесут ответственность. И я этого добьюсь. Так, уважаемые слушатели, зрители, извините меня, произошла небольшая накладка. Это по моей вине. Я вам анонсировал вступление опрощения к министру обороны начальника генерального штаба и верховного главнокомандующего. Я ошибся, не ту пленку предоставил нашему администратору. Это тоже полезный текст, показывающий позицию Пригожина. Но вот то обращение это другое. он стоял где-то на площадке там за ним несколько десятков хорошо вооруженных людей и вот он произносил это обращение впервые включив в него главнокомандующего. Ну вы найдете в интернете кому любопытно наберите Пригожин обращается к верховному главнокомандующему. Это конечно появится. И вот в этом втором обращении очень важен такой кусок у него же все продумано он вспоминает вообще как он оказался в Украине там такой интересный текст им зачитывается Когда Родина оказалась в тяжелом положении после неудач специальной военной операции ко мне обратились и наш отряд добровольцев прибыл на помощь Отечеству В одной фразе вдалбливается вбивается в сознание масс ну два справедливых тезиса Первое Я Пригожин не имел никакого отношения к замыслу этой полностью провалившейся специальной военной операции когда ее провал стал ясен видимо еще и можно было что-то спасти ко мне обратились я рванул из Африки оторвался от очень важных государственных дел и мы примчались на спасать нашу страну но мне и это не стали делать не позволили делать а дальше уже по тексту вот те негодяи и предатели в генштабе и на рублевке они обрекли страну на поражение я героически сражался а теперь мы да мы проиграли проиграли мы по двум причинам это очень хороший уже идет такой успокаивающий тезис для общественного сознания не надо особенно переживать поражение ну во-первых мы сражались это уже перекликается с официальной путинской пропагандой которая тоже по-своему готовится к объяснению поражения мы сражались с 50 странами НАТО и кое-что нам удалось мы спасли отечество и так далее но вот мы вынуждены гордо отступить а вторая причина которую мы проиграли это предатели в ТУ с которыми мы сейчас расправимся и олигархин на Рублевке которые ограбили страну и вот это ограбленное мы сейчас снова ограбим для себя вот эта программа завладеет очень убедительно будет для большинства российского населения и пригожено ее уже формулирует очень четко впервые не стесняясь уже обвинить и верховного главнокомандующего еще раз извиняюсь что вот этот самый сильный кусок я не смог организовать для демонстрации ну тем более пытливые умы как я сказал могут его найти вот так дорогие друзья в поте лица подписываю для вас книги но уже осталось немного слава богу на сегодня немного я уже говорю что в стране сейчас более сорока ВЧК не одна пригожена то есть вот эта мысль о том что Россия проиграла войну это не достояние одно пригожено оно понимается достаточно широко и все эти замечательные люди которые создают сейчас ВЧК они создают их естественно не для войны с Украиной войне с Украиной они только мешают как это мы видим на разворачивающем конфликте генерального штаба и ВЧК Ванга они создаются для задачи для будущей мафиозной войны почти по Ленину происходит помните знаменитые Уозен Клейна превратим войну империалистическую в войну гражданскую ну с одной только изменением гражданская война в России невозможна там нет граждан я уже несколько раз по этому поводу объяснял что в России гражданская война была на просторах Российской империи так скажем шире она та же война продолжалась в Украине была в 1721 году она была гражданская потому что и белые и красные и зеленые и кто угодно и те же махновцы в каком-то смысле были гражданами у каждого из них было свое представление о справедливом мире о своем месте в стране о том пути по которому должна идти страна и в соответствии с этими представлениями они сражались у нынешних 40 ВЧК начиная с Пригожина и Кадырова никаких таких представлений о будущем России нет они готовы сражаться за громадные за громадные куски остающиеся бесхозной собственности за исключением одного Кадырова он в разделе российской собственности принимать участие не собирается у него как у руководителя независимого государства Инчкерия он никогда этого не скрывал он считает что он лидер независимого государства и находится в личной унии с Путиным он не часть Российской Федерации Российская Федерация платит ему громадную дань он об этом откровенно говорил в своем удивительном обращении в том числе и украинцам примерно месяц назад кажется он упрекал и запад украинцев вот мы ичкирийцы так он сказал ичкирийцы мы сражались с империей еще раньше вас и в 95 и в 99 году но мы проиграли потому что нас никто не поддержал ни мы ни вы украинцы ни запад мы вынуждены были пойти на мир договориться о каких-то условиях с Путиным и потом во второй части выступления он перешел на как бы оправдание вот этой его унии с Путиным но смотрите сколько миллиардов потекло в Чечню после этого как похорошел Грозный и все чеченские города и села ну видимо мы читали русский вариант в чеченском видимо он откровенно говорил своим собратьям оправдывая вот эту унию с Путиным потому что очень многие были недовольны до сих пор недовольны посмотрите зато да я пошел с ними на соглашение но какую дань я заставил платить этих русских собак он занимается сейчас двумя вещами он понимает что после ухода Путина все силовики которые его ненавидят они не были сторонниками это путинская идея была вот этой личной мира мира с Чечней ценой уплаты и громадные дани и они попытаются уничтожить уничтожить Кадырова и потеряв потеряв Украину компенсировать возвращением своего на Чечне это раз а вторая угроза это очень большая оппозиция но там достаточно кровников которые выступали последовательно против него потому что ему нужна большая армия для двух целей далеких от войны с Украиной и вы же видите как он уходит в тень а вот вы спросите а как же а как же сегодняшнее обращение пригожено новое уже третье за последние дни заявление даже не обращение официальное заявление в генеральный штаб и видимо верховному командующему что 10 мая он договорился своим братом великим Батыром Кадыровым что и он просит генеральный штаб организовать 10 марта утром мая утром там даже по-моему часы указаны что-то до 7 часов утра местного времени передачу позиций от ВЧК Вагнера к отряду Ахмад Кадырова ну и Кадыров высказал свое согласие с этим предложением но это уже просто наглейший наглейший откровеннейший троллинг генералов и всего министерства обороны со стороны этих двух руководителей ЧВК Кадырова и Пригожина но если министерство на это согласится но оно просто распишется распишется в своем полном ничтожестве в полном отсутствии вообще в России армии что на единственном направлении где какой-то спорный но вроде бы успех намечался и может быть даже можно его продолжить может обеспечить только либо 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 Пригожин либо Кадыров это предложение от которого конечно конечно не то что откажется я не знаю какова будет реакция на такое издевательство продолжающиеся к которому присоединился Кадыров а между прочим это издевательство и обращу еще раз внимание это не только не только над Шольгу и Герасим это прежде всего на главнокомандующем а куда он кстати исчез за последние 3-4 дня произошло масса ну колоссальных событий меняющих динамику картины войны взрывающие общественное мнение это и атака дронов на Кремль это исторические выступления выступления Пригожина вот между прочим если у нас будет время мы поговорим еще об американской позиции она просто кардинальней чем образом с каждым днем улучшается в нашу пользу мне не хочется повторяться подробно важнейший фактор это изменение позиции республиканской партии официоз республиканской партии категорически отбросил вот эту формулу Трампа что Байден ведет поддержку Украины ведет мир к ядерной войне а он великий Трамп за 24 часа обо всем договорился с Путиным и выбрал иную стратегию предвыборной борьбы беспощадно атаковать Байден за недостаточную с точки зрения республиканской партии поддержку Украины и вот эта позиция республиканской партии резко усилила позиции наших сторонников принципиальных Блинкина и Остина внутри американской администрации и ослабила ослабила позиции вот эту невнятную позицию Ости Селлимана который выступает против победы Украины а он формулирует мы за непоражение вот этой лукавой формы непоражения скрываются все капитулянские планы прекращения огня перемирий и так далее мы же видим какую энергичную позицию занял в последнее время воодушевленной этой поддержкой республиканцев конечно Блинкин каждый день не повторяет никаких никакой пристановке огня она будет играть только на пользу Путина и замечательный его ответ это новая формула администрации Байдена на вот собственно почему многие думают и я скорее к этому склоняюсь что атака на на Кремль это была провокация российских спецслужб провалившаяся потому что последствия были противоположные это потому что они не умеют считать этих последствий но одна из задумок была обострить противоречие с нашими союзниками и прежде всего с основным союзником Соединенными Штатами мы же помним что до самого недавнего времени и официальные лица Америки тем более американская пресса как бы призывали советовали требовали запрещали использовать не использовать требовали американское оружие для ударов по территории России так вот в связи с этим Блинкину был задан вопрос мы все его видели в прямом эфире и в записях а вы одобряете удары удары Украины по территории России Блинкин неожиданно для меня это новая форма то что он давно хотел это ответить но только сейчас он получил эту возможность внутри команды Байдена в новой ситуации это право Украины выбирать любые формы борьбы с напавшим на нее агрессором и любые формы полного восстановления ее территориальной целостности вопрос с ограничениями по ударам российской территории закрыт в этом контексте я хочу вам показать надеюсь с ним все будет нормально я помню что я его передавал здесь я не ошибся передавать знаменательное признание еще одного военного преступника такого старейшины корпуса легендарных российских военкоров это они называют эти легендарные негодяи называют себя легендарным военкором конечно это поддумный я не помню как его зовут по-моему Евгений вот он не так эмоционален как пригожен он человек такой суховатый но тем более интересно вот он суховатенько несколько минут будет рассказывать о готовящемся украинском контрнаступлении какие угрозы российской армии она она представляет и это и это текст обреченного приговоренного к смерти дайте нам этого поддумного пожалуйста но здесь стоит сказать что активность противника на всех ключевых участках линии боевого соприкосновения все последние дни возрастает причем активность не только непосредственно на линии фронта но и активность средства огневого поражения по который действует по тыловым районам на севере зоны специальной военной операции на артемовском направлении активно бьет артиллерия противника на донецком направлении а на юге продолжают формироваться резервная ударная группировка и собственно говоря по нашей информации в ближайшие дни формирование это будет закончено вот здесь мало у кого есть сомнений о том что противник уже в ближайшее время причем речь идет ну наверное о днях начнет контрнаступательные действия как они будут развиваться естественно нам нашей группе неизвестно но можно предполагать что будет несколько пока вероятных ударов основных противников при этом на линии боевого сопровождения вне зоны действия наших систем противовоздушной обороны не залетая на территорию которую контролируют наши силы начинает все активнее работать авиация формирования киевского режима речь идет и об армейской авиации вертолета речь идет и об оперативно-тактической авиации а также о истребителях которые используют радио антирадиолокационные ракеты которые реагируют на излучение и могут поражать средства противовоздушной обороны вот эти истребители с такими противорадиолокационными ракетами дежурят по всей линии боевого соприкосновения не приближаясь к зоне действия наших систем противовоздушной обороны при этом противник продолжает вести разведку боем причем активность таких небольших нападений боестолкновений она вырастает противник небольшими силами численностью до взвода пытается прощупывать нашу линию оборон практически ежедневно и практически на всех участках линии боевого соприкосновения но вот если говорить о том на каких направлениях наиболее высокая активность формирования киевского режима и более всего выявлено резервов и различные активности формирования киевского режима то это конечно южное направление это донецкое направление и это собственно север зоны специальной военной операции и вот здесь стоит отметить что противник концентрирует крупные силы еще и в Харьковской области нам это доподлинно неизвестно в общем обстановка осложняется все сильнее с каждым днем и сегодня противник бил по тыловым районам Донецкой Народной Республики в частности по Моспино был нанесен удар а также вокруг Донецка взрываются украинские снаряды при этом активное продвижение вперед продолжается на Артемовском направлении и пожалуй только на Артемовском направлении там бойцы частной военной компании Лагдар продолжают штурмовые действия в западном квартале Артемовска по сути противник сохраняет контроль над незначительной частью этого населенного пункта я напомню что до войны в Артемовске проживало 70 тысяч человек собственно осталось ну процентов 7 под контролем формирования киевского режима но противник делает все возможное чтобы удержать эти 7 процентов чтобы не потерять плацдарм который находится непосредственно в городе а более того находится фактически на тех коммуникациях которые позволяют киевскому режиму снабжать группировку что удерживает этот плацдарм что пытается стабилизировать там обстановку вот так Евгений Жень вы упомянули о накоплении сил ВСУ в Харьковской области это к тому что не стоит исключать и вторжение в Белгородскую область ну как выяснилось не стоит исключать удар по Кремлю Евгений на самом деле в Харьковской области противник сформировал действительно крупные силы но как они будут использованы пока неизвестно дело в том что одно из вероятных направлений удара противника это севернее Сыватова а для этого придется формированием киевского режима действовать из Харьковской области что касается возможных попыток рейдовых действий либо широкомасштабного наступления на территории Белгородской области исключать сейчас ничего нельзя что военные говорят в зоне специальной военной операции специалисты я имею ввиду откуда эти беспилотники прилетели здесь диверсанты действовали из Украины летели евгений военные здесь в зоне специальной военной операции сосредоточены на собственных проблемах скорее поэтому давайте мы не будем отсюда гадать откуда летели беспилотники на Кремль спасибо вам большое евгений подобный наш легендарный военкор работает в зоне специальной военной операции с последними новостями о том что наступление украинской страны вот-вот начнется ну вот легендарный довольно грамотно заложил всю информацию я такого блестящего отчета превью успеха украинского наступления я не слушал ни одного украинского военного эксперта очень показательное его молчание и презрительный взгляд на ведущего когда-то он задавал идиотские вопросы нельзя ли исключать наступление на Белгород он ему вполне резонно заметил что нельзя исключать удары по Кремлю Россия российский политический класс российская военная машина осознает неизбежность поражения и готовится к ней и мы видим вот это лихорадочная активность активность пригожина по укреплению своих позиций уже в пост военной подчеркиваю пост путинской России вот все же эти оскорбления еще раз скажу в адрес Шойгу и Герасимов продолжается больше года и нет не больше но чуть меньше года и вопрос который часто не задавали а почему же его еще не убили но в конце концов он призывает их убить расправиться с ними как с предателями сохранивший спецназ какой-то министерство обороны главного управления ну ответ мой и большинство экспертов был такой что пока они еще побаиваются Путина но понимая что пригожин ставник Путина был он его создал он его на них спустил но сегодняшней заявкой по адресу Путина пригожин продемонстрировал что он уже не нуждается покровительстве Путина значит он уверен что сейчас его уже нельзя просто так вот убить для этого потребуется целая войсковая операция на которую генеральный штаб не способен да и в ходе этой войсковой операции распропагандированные солдаты офицеры могут приходить на сторону пригожина как перешел на его сторону вчера еще замминистра обороны замминистра обороны и палач палач Мариуполя генерал генерал полковник как и у Мезенцев он уже служит бандиту пригожину это очень показательное явление отвечу в заключении на целый ряд вопросов Ирина Андрей Андреевич вопрос если после перемоги украинцев НАТО опять начнет морочить голову Украины с вступлением в блок может ли Украина возобновить свой статус ядерной державы не будут не будут морочить Ирина голову никто не будет голову Украины морочь они упрашивать будут в Украину вступить в этот блок потому что смысл вступления Украины он поменял знаки если 15 лет до Украина еще не обладавшая подготовленной армией Украина противостоящая второй армии в мире крупнейшей ядерной державы но упрашивала если хотите НАТО чтобы он распростел свой зонтик безопасности над ней то сейчас мотивы сторон поменялись Украина певская армия продемонстрировала что она единственная европейская армия которая способна выполнить ту миссию ради которой НАТО было создано 75 лет назад она была создана для защиты Западной Европы от восточных орд и кто за эти 75 лет отличился на этом поприще только на наших глазах украинская армия поэтому вопрос принятия Украины НАТО это уже не столько вопрос безопасности Украины сколько вопрос безопасности НАТО и это прекрасно понимают в первую очередь вот те северные страны вот последний визит последний визит Зеленского как раз мне кажется был сфокусирован на договоренности с этими странами которые они готовы героически сопротивляться российской агрессии финны это показали 70 лет назад и пример Финляндии между прочим был вдохновляющим для украинского сопротивления России но тем не менее без Украины они не смогут с ней справиться с попыткой какого-нибудь там нового русского фюрера отсидевшегося за поребриком и снова замахнувшегося на Европу единственная цленство в Украине в НАТО это прежде всего гарантия безопасности всего НАТО это все понимают поэтому и Столтенберг сказал что она будет принята ну конечно это первый день после победы а вы меня спросите об Орбане ну украину Орбановскую Венгрию выкинут чертовой матери из НАТО тем более как можно в МАТО я имею в виду Орбановскую Венгрию скорее всего она уже не перестанет быть Орбановской как можно держать держать в НАТО государство которое сегодня кажется этот подлец Орбан заявил что исторические древние законные исконные венгерские земли находятся на территории Украины а как в постпутинской России весь мир будет строить землетношения а это мы имеем мировые прецеденты после каждой мировой войны а сейчас идет мировая война я в отличие от большинства экспертов называю ее четвертой так будет правильно и концептуально третья мировая война это была холодная мировая война которая запады держала победу над советским союзом и путин развязал четвертую войну мировую войну как попытку реванша за поражение советского союза в третьем как гитлер развязала вторую мировую войну как попытку реванша за поражение германии в первую такая такая классификация она более выпугало подчеркивает явную аналогию путина и гитлера так вот по каждой мировой войне создается новая система безопасности создают ее державы победительницы так было после наполеоновских войн на венском конгрессе после первой мировой войны на версальском конгрессе после третьей после второй мировой войны в подсдаме а после четвертой мировой войны державы победительницы какие будут державы победительницы это Украина и, прежде всего, Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, целый ряд других наших государств и будут создавать новую международную организацию, а ООН, конечно, будет выброшена на свалку окончательно. Но оно было концептуально дискретировано, но ООН окончательно дискретировался символически, когда военный преступник Лавров Риббентроп в качестве председателя Совета Безопасности проводил заседание этого высшего органа ООН. Как вы думаете, спрашивает Марина Берман, если украинские летчики уже обучены, будут ли они взлетать с территории Западной Европы, ведь самолеты уже дали три восклицательных знака. Я в этом уверен, понимаете, летчики наши, лучшие украинские летчики, несколько десятков, уже известно, несколько месяцев готовятся на территории Великобритании, на самолетах «Тайфун», в Соединенных Штатах и Польше, самолеты F-16 и Франции, это неожиданная совершенно была новость, на самолетах «Мираж». Нет, я забыл название, боже мой, извиняюсь, бывает, как же французские самолеты называются, но вы меня поправите. Так вот, ну как вы думаете, Марина, да, конечно, вы правильно думаете, я так думаю, что что, вот начнется битва решающая, сначала за Мелитополь, потом за Мариуполь, потом за Севастополь, и что же, украинские наши летчики, будут дисциплинированно ходить в учебные классы, продолжать задания, они за штурвалами своих самолетов появятся в украинском небе, именно взлетая с территории Западной Европы. Вот, и другой вопрос, Микола Матрук, я не буду его цитировать полностью, я прекрасно понимаю украинский, но боюсь, боюсь при отношении какие-то ошибки сделать. У меня спрашивают мое отношение к заявлению Зеленского, что F-16 страны НАТО дадут после начала контрнаступления, я в этом уверен, я в этом уверен, я уже об этом говорил. А, да, правильно, мираж французов, истребители миража тысячи, видите, как я самокритичен по отношению к себе, спасибо. Возможно, при центре распада России будет город Бахмут, Путин с обломанными зубами будет опрокинут и растоптан. Нет, я скорее уверен, и в этом уверены все большинство военных экспертов, что триггером распада России будет уничтожение Крымского моста. После этого Крым станет беззащитен, поражение ясно самым, самым уже оболденным ватником и самому Путину, и он будет отстранен от власти. А, кстати, мы же видим сегодняшнюю ситуацию, еще ничего не началось, еще только пока идет подготовительная работа. Диверсионные группы украинского спецназа уничтожают железное полотно и нефтехранилища в тыловых зонах российской армии на территории Российской Федерации. А уже произошло историческое событие, предателем и преступником Пригожин назвал Путин. Так что будет после взрыва Крымского моста? Страшно мне даже подумать за Путина. Ну что ж, на этой оптимистической ноте позвольте мне сегодня закончить. Слава Украине и до следующих наших встреч. Субтитры сделал DimaTorzok